Исламский информационно-образовательный портал azan.kz представляет Цикл видеоуроков по тавсиру Корана Устаза Ирсина Амре Абу-Юсуфа Урок 50. Сура Аль-Бакара. Аяты 178 по 179. Сура Аль-Бакара. Иншаллах, по воле Аллаха, мы продолжаем наш урок по изучению Тавсира Суры Аль-Бакара. На прошлом уроке мы с вами остановились на аяте, где рассматриваются вопросы «Возмездие». Это 178-й аят. Аллах, субханава та'аля, в этом аяте говорит. «О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых, свободный наказывается за убийство свободного, раб за убийство раба, женщина за женщину. Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить, то есть за убитого, выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от вашего Господа и милость, а кто приступит к границе дозволенного после этого, того постигнут мучительные страдания». Аллах, субханава та'аля, в этом аяте затрагивает вопросы фикха. Это мединский аят. А особенность сур, неспосланных в Медине, заключается в том, что в них Аллах, субханава та'аля, устанавливает шариатские хукмы, правила. В мекканских сурах мы такого не видим, потому что в то время мусульмане были слабыми, их было мало, и у них не было своего государства. Здесь же у мусульман уже есть государство, соответственно, есть законы, и возникает необходимость регулировать отношения между людьми. Поэтому Аллах, субханава та'аля, в мединских сурах разъясняет нам те нормы, которых мы должны придерживаться в своих каждодневных взаимоотношениях с людьми. В этом аяте Аллах, субханава та'аля, разъясняет нам хукм, который имеет особое положение в исламе. У людей из предыдущих общин, к примеру, у иудеев, был такой принцип «кровь за кровь, жизнь за жизнь», смысл которого заключается в произведении казни над убийцей. В их шариате был только принцип возмездия, мести, а прощение не было предусмотрено. В шариате Иса, алейиссалям, было сказано, и об этом говорится в Евангелии, «Если тебя ударили по правой щеке, то ты подстави левую». Соответственно, для них обязательным было прощение обидчика, и возмездие не предусматривалось. В нашем же шариате Аллах, субханава та'аля, установил оба эти принципы. Одна из причин, почему данный аят был неспослан в составе суры, где описывается история общины Бану Исраиль, состоит в том, что некоторые положения предыдущего шариата были отменены, и установлен новый шариат, который будет до Судного дня. С другой стороны, арабы того времени, так же, как и люди Писания, стали приступать к границе дозволенного в вопросах возмездия, и стали уподобляться им. В чём это выражалось? Например, если между двумя племенами возникал спор по причине умышленного убийства, племя, которое занимало более высокое социальное положение в обществе и имело влияние, приходило к менее влиятельному племени и требовало смерти двух или даже десяти человек за смерть одного своего соплеменника. Если человек из менее влиятельного племени убивал раба из более влиятельного племени, последние, пользуясь своим положением, требовали смерти свободного за убийство раба. Если же убитой было женщины, то они требовали в качестве отмщения смерти мужчины. В Тафсирах приводится история о том, как между двумя племенами возникла подобная ситуация, и чтобы разрешить её, созвали совет. На этом совете представитель племени, которая по статусу занимала более высокое положение, сказал оппонентам, «Вы должны выбрать одно из трёх наших условий. Первое – вы должны воскресить моего сына. Второе – вы должны заполнить мой хлев звёздами. Или третье – за убийство моего сына мы убьём десять ваших мужчин, но при этом мы не будем считать, что вы полностью искупили свою вину». Поэтому для того, чтобы искоренить это зло и восстановить справедливость, Аллах в этом аяте закрепил для нас положение возмездии. «О те, которые уверовали, вам предписано возмездие за убийство». Свободный наказывается за убийство свободного, раб – за раба. Женщина наказывается за женщину, и таким образом предписано для вас возмездие. Аллах оговаривает и устанавливает такое положение для того, чтобы искоренить несправедливость, когда за убитого раба убивали свободного, или же когда за убитую женщину убивали мужчину. То есть свободный за свободного – раб за раба, женщину – за женщину. Когда говорится «свободный за свободного», «раб за раба», то это не означает, что если раб убьёт свободного человека, то раба не нужно наказывать, или же если свободный человек убьёт раба, то он освобождается от наказания. И это не означает то, что если мужчина убьёт женщину, то мужчина освобождается от ответственности. Буквальное толкование этого аята может привести к такому пониманию. «Свободного человека убивают за убийство свободного, раба – за раба, женщину – за женщину». То есть некоторые могут понять так, что за убийство женщины казни подлежит женщине, но не мужчине, или же за убийство раба казни подлежит только раб, но не свободный человек. Но истинный смысл в велении Аллаха заключается в том, что Он запрещает нам приступать к границе дозволенного. На самом деле, когда вопрос касается руха – души, все люди считаются равными. И здесь нет понятия, то есть преимущества. Например, если какой-то учёный человек убьёт невежду, то нельзя освобождать убийцу из-за того, что он учёный, а убитый неграмотный. И жизнь учёного дороже жизни невежды. Потому что, как я уже говорил, в вопросах души все люди имеют одинаковое положение, будь то женщина, мужчина или раб. И поэтому там, где совершено убийство, обязательно присутствует принцип возмездия. Кроме того, учёные нашего ханафитского масхаба говорят о том, что принцип возмездия применяется между свободным и рабом – мужчиной и женщиной. В других масхабах есть мнение о том, что если свободный человек убьёт раба, то возмездие в отношении свободного не применяется. Такие же разногласия существуют в вопросах возмездия между мусульманином и немусульманином. Но согласно нашему ханафитскому масхабу, в вопросах души, руха, нет понятия преимущества одного над другим. Также нет преимущества мужчины над женщиной. Если мужчина убьёт женщину, он не может избежать наказания. И в этом учёные единогласны. Такое же положение действует по отношению к рабам. Ещё одним доводом, в пользу отсутствия преимущества одной души над другой, служит единогласное мнение наших имамов о том, что если группа из нескольких человек совершает убийство одного человека, то за смерть одного все члены этой группы приговариваются к смертной казни. Например, пять-шесть человек совершают разбойное нападение на дом одного человека. Один отключает электричество, второй вскрывает дверной замок, третий ещё что-то делает, то наказываются все одинаковы. Или же если группа людей вместе избивают и убивают одного человека. В подобных случаях возмездие распространяется на всех соучастников преступления в одинаковой мере. Об этом даже есть слова «Умара да будет доволен им Аллах». Эти слова он произнёс, когда несколько человек толпой забили до смерти другого человека. Даже если все жители города будут причастны к его смерти, я казню их и потребую возмездия. Таким образом, Аллах Субханава Тааля установил для нас принцип возмездия. Вместе с тем Аллах Субханава Тааля дал родственникам убитого право на прощение убийцы. Если же убийца прощён своим братом. Допустим, было совершено умышленное убийство. Если родственники убитого примут решение простить виновного, то, раз они договорились о сумме выкупа, пусть получат её надлежащим образом. Это означает, что нельзя требовать сверх того, что было согласовано. Если договорились на выкуп 100 верблюдов, то нельзя требовать 200 и так далее. Нельзя переходить границы дозволенного. А свои права нужно требовать надлежащим и достойным способом. Убийца, в свою очередь, также должен достойно и надлежащим образом выплатить выкуп, а не оттягивать выплату под предлогом отсутствия денег. В этом аяте Аллах Субханава Тааля говорит, Он называет убитого братом убийцы. Это, во-первых, показывает, что человек, совершив убийство, не становится кафиром, потому что он в аяте назван братом убитого. Если убитый мусульманин, то, соответственно, убийца тоже мусульманин. Кроме того, в начале аята сказано, «О те, которые уверовали». Этот аят касается как родственников убитого, так и убийцы. Аллах Субханава Тааля обращается к ним как к уверовавшим. В таком случае человек, совершая убийство, не выходит из религии. Нет сомнения в том, что он будет большим грешником перед Аллахом, Субханава Тааля. Некоторые учёные, такие как Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, придерживались мнения, что убийце нет прощения. Но основное мнение Ахлю Сунны строится на аяте, Аллах не прощает того, кто предавал ему сотоварищей, то есть не прощает куфр. В остальном он прощает, кого пожелает. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, в качестве довода своим словам приводит аят из суры «Ан-Ниса», кто умышленно убьёт верующего мусульманина, его наказанием будет адский огонь, где он будет пребывать вечно. На нём будет гнев Аллаха, на нём будет проклятие Аллаха. И Аллах уготовил для него мучительные наказания. Он сказал, что этот аят – один из последних ниспосланных аятов, и после него не было отменяющего аята. Это мнение Ибн Аббаса. Но основное мнение Ахлю Сунны заключается в том, что убийство – очень тяжкий грех перед Аллахом Субханава Тааля, но такой человек не становится кафиром. Доказательств тому в хадисах достаточно. Аллах Субханава Тааля, если пожелает, подвергнет убийцу мучительному наказанию, если пожелает – простит. И этот вопрос находится в компетенции Аллаха Субханава Тааля, хотя убийство считается очень тяжким грехом. Посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, говорил – «Убийство человека не по праву тяжелее разрушения Каабы до основания». Эти слова он произнес в тот момент, когда совершал тауаф вокруг Каабы. И он еще сказал – «О Каабы, воистину, ты святыня, и запах твой благороден, но перед Аллахом запах крови мусульманина благороднее твоего аромата». Следует отметить, что прощение убийцы и примирение касается тех случаев, когда речь идет об умышленном убийстве. Это называется «умышленное преднамеренное убийство». А если убийство было совершено непреднамеренно, если человек убил другого по ошибке, не имея умысла на убийство. Например, человек ехал по дороге на зеленый свет. И тут на дорогу выбежал пешеход, хотя в это время для пешеходов горел красный свет. Человек выбегает на проезжую часть на красный свет или же пробегает дорогу в неположенном месте. Водитель не успевает вовремя затормозить, избивает пешехода, и тот погибает. Или же кто-то на охоте намеревался выстрелить в дичь, но случайно попал в человека. И другие подобные случаи. Кто-то бросает камень, а он случайно убивает человека. Допустим, на стройке человек выронил кирпич, и он падает с высоты и убивает другого, и так далее. В таких случаях, если у человека не было умысла на совершение преднамеренного убийства, то необходимо совершить... Он обязан заплатить выкуп, а родственники человека, который совершил это непреднамеренное убийство, должны будут помочь выплатить сумму выкупа. Мы говорили, что когда дело касается умышленного убийства, то в силу вступает принцип возмездия или же право потерпевшей стороны на прощение виновного. А когда имело место непреднамеренное убийство, то речь может идти только о выкупе, потому что виновный не намеревался совершить убийство. Например, человек ехал с допустимой скоростью 60 км в час, и тут на проезжую часть выбегает пешеход. И в чем же здесь вина водителя? Он просто не успел вовремя затормозить. Скажем, дорога была скользкая, или сыграли роль другие внешние факторы. Поэтому в таких случаях рассматривается только один вариант – выкуп. В случае же с умышленным убийством, Аллах Субхануа Тааля предоставил родственникам право выбора. При желании они имеют право на возмездие по принципу «кровь за кровь», «жизнь за жизнь», как об этом сказано в Коране. Или же могут потребовать выкуп в размере 100 верблюдов. Допустим, родственники убитого потребовали выкуп, посчитав, что от смерти убийцы семье убитого нет никакой пользы. У убитого осталась жена, дети осиротели. И они решили хоть как-то облегчить положение вдовы, помочь ей заплатить за жилье и улучшить быт. Но убийца впал в депрессию от того, что убил человека, и не согласился на выплату выкупа, посчитав, что смерть для него будет самым справедливым наказанием. Как поступить в такой ситуации? Это спорный момент для наших ученых. Подавляющее большинство ученых придерживаются мнения, что даже если убийца не удовлетворен требованиям родственников, последние имеют право требовать выкуп. Другие ученые утверждают, что согласие виновного с требованием родственников является обязательным условием. Если виновное лицо настаивает на применении к нему смертной казни, то потерпевшая сторона не может требовать уплату выкупа. Поэтому этот момент в фикхе является спорным среди ученых. Если же обе стороны примирились, и потерпевшая сторона отказалась от возмездия, то они должны потребовать надлежащего выкупа. И для виновной стороны является обязательным выплата требуемого выкупа надлежащим образом. Это веление вашего Господа есть облегчение для вас и милость. То есть предоставление родным убитого возможность требовать возмездия или получить выкуп с виновной стороны является облегчением, милостью и милосердием Аллаха Субханава Тааля. А те, кто приступит к границе дозволенного после того, как было вынесено решение, того постигнут мучительные наказания. То есть, если кто-то будет проявлять недовольство после того, как было достигнуто соглашение, скажем, один из родственников убитого будет выражать свое недовольство решением о выплате выкупа, пойдет и убьет виновного после того, как было достигнуто соглашение о выплате выкупа. Его постигнут мучительные наказания. Кроме того, одно из положений, в котором все ученые пришли к единогласному мнению, заключается в том, что если родственник убитого убьет виновного после состоявшегося соглашения, то уже на него распространяется требование возмездия. Почему? Потому что в шариате нет такого понятия, как «самосуд». Не допускается самовольное вынесение наказания и самовольное исполнение наказания. Все эти вопросы являются компетенцией и исключительным правом Кади, шариатского судьи. Приговор приводит в исполнение человек, назначенный Кадием, только он отсекает головы и отрубает руки. Никто другой не имеет права приводить приговор в исполнении. Аллах Субханава Тааля говорит, что для тех, кто поступит таким образом, уготованы мучительные наказания. В 179 аяте Аллах Субханава Тааля говорит, «В возмездии для вас есть жизнь». То есть, возмездие предусмотрено в любых вопросах нанесения вреда, в убийстве или причинении иного вреда к здоровью человека. Если человек выбьет глаз или сломает руку другому, Аллах Субханава Тааля говорит, что в реализации принципа возмездия для нас есть жизнь. Например, человек хочет совершить убийство, но зная, что при этом его самого приговорят к смертной казни, он не пойдет на такие действия. И, соответственно, сохранив свою жизнь, он тем самым сохранит жизнь своей и потенциальной жертве. Вместе с тем будет пресечено возможное развязывание вооруженного конфликта среди других людей с обеих сторон. У арабов бывало такое, что по причине конфликта двух людей вспыхивали войны, которые длились 40-50 лет. Один человек убивает другого. Потом приезжают родные убитого, и в отмеску убивают 10 человек из родных убийцы. То есть убивают в ответ. И таким образом вспыхивали войны, которые не прекращались годами, и в них погибало очень много людей. Аллах Субхануа Та'ля говорит, В возмездии для вас есть жизнь. И это касается всех. Того, кто намеревается совершить убийство, того, кого собираются убить, тех людей, которые потом могут быть втянуты в вероятный конфликт из-за мести. Для всех них есть жизнь. И этот хукм помогает сохранить жизни всех этих людей. Это мудрость, содержащаяся в велении Аллаху Та'ля. А что бывает там, где нет такого хукмы? Например, ночью бандит врывается в чужой дом и полностью вырезает всю семью. Такой человек не заслуживает того, чтобы жить дальше. Но в деле получается так, что он убивает целую семью, а после этого мы сажаем его в тюрьму, кормим и задержим его. А сколько денег тратится на содержание только одного такого преступника? И откуда финансируются такие расходы? Конечно же, из наших и ваших карманов. Все расходы оплачиваются за счет налогов людей. Такой человек не достоин жизни. А он, зная, что ему за это не грозит смерть, совершает такое ужасное преступление. В наши дни в новостях показывают такие страшные вещи, субханаллах. Маленького ребенка задушили, другого утопили, третьего зарезали, четвертого еще другим способом убили. Вырезали и убили целую семью из пяти-шести человек в одном доме. А почему так происходит? Потому что сейчас нет на практике принципа «возмездие». Этот преступник уже больше не станет нормальным человеком. Попадая в места лишения свободы, он живет по устоявшимся законам и правилам справительных учреждений. А потом, выйдя на свободу, он вновь берется за старое и вновь совершает аналогичное преступление. Вор, попавший в тюрьму за воровство, немного, в кавычках, «отдыхает», а потом, освободившись, вновь начинает заниматься своим делом. Воровать и обманывать. И таких людей мы видели лично. Мы посещали исправительные учреждения и проводили беседы с заключенными. Там мы познакомились с одним человеком. Позднее, когда этот человек отбыл свой срок и освободился, он снова стал заниматься мошенничеством. Он пришел к нам, рассказал о том, что устроился куда-то на работу и стал предлагать какие-то сомнительные сделки. Позднее мы стали наводить справки и выяснили, что он просто занимался мошенничеством. И не более того. И, как говорится, болезнь можно вылечить, но привычка неизлечима. Человек, который однажды совершил убийство, завтра может спокойно повторить это. Поэтому Аллах Субханава Тааля говорит, «Для обладающих разумом и размышляющих в возмездии есть жизнь». «Может быть, вы будете богобоязненны». Это один вариант тафсира. И второй вариант слов, «Может быть, вы убережетесь от совершения убийства». Эти оба варианта исходят от наших ученых. В арабском языке есть предмет, то есть литература. И самыми красивыми словами в литературе считаются эти слова. «В возмездии есть жизнь». Всего два арабских слова, но зато какая глубина в них заложена. Арабы пытались привести слова, похожие на них. «Смерть предотвращает смерть» и тому подобные слова. Но в любом случае они не достигают глубины вышеназванных слов. Почему? Потому что слово «возмездие» охватывает и месть, и моменты, касающиеся причинения увечий и травм. Относительно таких случаев тоже применяется «возмездие». Более того, слово означает «убийство», будь оно преднамеренное или по неосторожности. Но «убийство человека» по-арабски звучит, а слово «это справедливость». То есть наказание убийцы путем смертной казни. Поэтому фраза «смерть предотвращает смерть» не совсем верна. Как быть, если убийство совершенно умышленно или с особой жестокостью? Как тут смерть предотвращает смерть? Но когда речь касается возмездия, то имеет место справедливое убийство, а не убийство не по праву. Если мы более глубоко начнем изучать этот вопрос, то узнаем, что наши ученые приводили 10-15 сравнений между словами. И на многих примерах доказали, что эти слова не могут быть равны по смыслу. Иншаллах, на этом завершим урок и продолжим на следующем занятии. Субтитры создавал DimaTorzok и следователем результатов создав»,? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...